а теперь коснемся ряда воистину чудесных переживаний изменений в сознании матери которые возникли в ходе расширяющегося опыта духовной эволюции цитирую тело стало так сказать прозрачным почти не существующим она больше не служила препятствием для вибрации любые вибрации свободно проходят через него и само тело едва чувствовать свои границы совершенно новое ощущение прозрачность у нее состоялось тело больше не ощущает свои ограниченности она чувствую себя развернутым во все во всем что есть во всем окружающим в людях движение в чувство просто развернуто и это должно быть переходным условием до тех пор пока не установится истинное сознание надо функционирование тела станет совершенно иным чем прежде так вот она действительно описывает ощущение энергетической полной прозрачности когда новая структура сформировавшиеся на самом дне телесной материальности выходит вовне в излучении беспредельность уходящих без потери индивидуальности в единстве со всем сущим это фантастика ну с точки зрения ну человека здравого смысла на самом деле это реальный результат нашей духовной работы это то что должно быть реальная вещь физически реальные в ощущениях и вообще вот в легкости в свободе тюрьмы то нету тюрьма кончилась и вот как она описывает новый способ функционирования сознания больше не было противоречий не было чего нибудь раздражающего или препятствий все плавно переходило от одного к другому внутри одного и того же ритма ноте чего-то столь уравновешенного и ощущаемого таким мягким несмотря на фантастическую силу в каждом незначительном действии это состояние оставалось постоянным однородном в течение четырех часов теперь все одевание еда и так далее больше не происходит обычным образом я не знаю как это объяснить больше нет памяти больше нет привычек вещи не являются прежними потому что вы научились поступать с ними определенным образом они выполняются сознанием спонтанно значение воспоминания памяти заменены новым методом с новым методом сознанием постигающим истинную вещь именно в момент когда с ней имеешь дело не ой мне надо подойти туда то каждую минуту находится там куда надо тебе подойти то есть повседневные действия все совершенно чудесным образом перестает быть в себе ли совершается без участия ума вот как то фантастически точно куда надо придешь то что надо возьмешь никаких проблем это по мелочи а по крупному то что нужно неожиданно приходит да ну потому что тебе нужно но она приходит и удивляешься пришло ну конечно потом еще чет пришло потом счета ушло что должно было идти да и с облегчением почувствовал слава богу ушло вот все совершенно чудесным образом меняется новое сознание просто фантастически управляет нашей же это не мои фантазии это не фантазии матери но это новое сознание которое реально мы с вами взамен старому получаем как результат нашей искание работы на том пути на котором надеюсь мы работаем с вами да не бездельничаем ты все представляете сколько открытий чудных готовит вам это самый мир просвещения еще на эту же тему сознание другого состояния постоянно работает не в последовательности с тем что имел место до этого момента но как результат того что она воспринимает каждое текущее мгновение в обычном ментальном движении есть следствие того что происходило раньше здесь не так сознание постоянно видит все что должно происходить она следует каждую секунду за своим собственным движением и все делается возможным это спонтанность она говорит о спонтанности вещи начинают подчиняться другому закону но не вещи вот как материально говорит вообще вот о происходящем назвает это вещами ясно то вы думаете вещи там чего-нибудь из материального числа сами события вот то что происходит вещи начинают подчиняться другому закону примеру конкретный момент приходит знание что делать что говорить что должно произойти если я просто остаюсь некоторой степени внутренней неподвижности большинство мгновенных подробности жизни узнается точно в этот данный момент я знаю что сказать как ответить то письмо знаю человека который входит автоматизм является отличительным признаком вещей которые вы делаете ментальном мире вы думаете прежде чем что-либо сделать здесь все происходит друг по-другому здесь нет мысли есть раз действия и действие правильное абсолютно понятно не чудо ли это вот оно чудо то вы все чудо ждете с небес явление богоматери там еще у кого-то но не будьте детьми то вот оно чудо чудо в вашем сознании рождается вы становитесь другими свободными абсолютно вам что жить что помереть одна радость ясно одна благодать какая разница вы уже в другом мире даже если здесь то не от мира всего ну и тут можно но сколько надо вы же не торопитесь отсюда нет я тоже не тороплюсь вот здесь на все воля божия а вот с этой грязью которая вас обитает тут вот на все воли божией не на тут надо ей дать отлуп с ранее не возьмешь грязь я победителем буду не реагировать ясно на эту дрянь в нужный момент в событиях поступков жестов приходит всегда нужное решение в нужный момент когда это требуется вот новые сознание но не любопытствует ментальное сознание любопытство чтобы дальше как это будет вот никакого любопытства ни к чему нет ни по какому поводу вот нет любопытства любопытство исчезло любознательность любопытство нету как легко быть как легко быть когда-то не любопытен как только любопытен куда не залежет тебя так накормят за твою любопытство что потом попробуй это раз грибе нагрузит полностью любопытных а вы в интернет лазить и все любопытством занимаетесь но любопытная швы да или не очень я был любознательный это меня помогало до определенного время потом я любознательным на и на остался потому что вкусная литература меня еще затрагивает а вот любопытности нету не хочу любопытствовать ни по какому вопрос не хочу фантазировать не хочу ничего придумывать не хочу ничего знать то что не положено знать когда нужно будет знать и положено знать тебе будет это знать а у яга она всегда любопытствует обязательно то есть если ваш еще любопытствует что-то и если у вас есть вопросы но но вы еще не не в боге может рядом где-то в преддверии но не там где надо ясно пока есть вопрос вопрос то есть значит вы все в боге а ну я так понимаю молча